Добрый день, уважаемые посетители сайта goodgame.ru Здесь у нас старая гвардия, если кто-то помнит Престарелая Но пока еще... Престарелые динозавры, меня за время подготовки стримфеста назвали цифровым динозавром Семья Лиссориусов, на ваших экранах, не голубых, я надеюсь Они совершили, проделали очень большой объем работ на стримфесте Наверное, так говорят сами Сколько месяцев заняла подготовка, что вы, собственно, делали непосредственно И кто из вас будет говорить первым? Это важный момент Ну, как ты понимаешь, мы ничего не делали 5 месяцев Мы сидели, шаманили Пройди стримфест, пройди без проблем, пусть все будет хорошо На самом деле, конечно, было очень много работы Действительно, она заняла 5 месяцев От момента, когда мы решили, что да, он будет Когда мы примерно понимали уже дату Ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель, май, семь Семь месяцев, ну вот, время спрессовалось Ну, хорошо, полгода мы им занимались Когда мы поняли дату, Ален? Мы хотели в феврале проводиться сначала И под это было подвязано предложение Евгения Ястреба, которое он делал на главной сцене, ведущий Холли Но потом у нас случился факап с площадкой И мы поменяли площадку и стали проводиться в мае И, наверное, мы точно поняли дату в конце января Когда мы подтвердили приезд Твича Потому что дата очень сильно согласовывалась с лондонским офисом Твича Все под Твич подстраиваются аж противно Хорошо, вы ожидали, что будет такое количество зрителей на фестивале? Ну, всегда есть светлая надежда И, наверное, наша минимальная надежда точно превышена, да? Да, мы рассчитывали, что будет 3-5 тысяч человек Пришло 3,5 тысячи И мы, конечно, очень рады этому факту Более 3,5, да? Более 3,5 То есть мы не можем посчитать точно Там были еще некие зайцы, да, у нас, которые проходили в конце дня Да, какое-то количество людей прошли без билетов Короче, мы сделали 500 силиконовых браслетов для участников, стримеров, экспонентов, организаторов и волонтеров И 3 тысячи бумажных И после того, как они закончились, нам не оставалось ничего, кроме как пропускать людей так Поэтому у нас были зайцы, которые этим пользовались Какие проблемы, с какими проблемами вы столкнулись во время организации? Ну, и на финальной стадии, вот в самые последние дни Это начнем с Аленой Вообще все говорят, что StreamFest прошел отлично И всем очень понравился А для меня это выглядит как один большой тотальный эпик фейл Потому что все время застройки StreamFest я была кризисным менеджером И мне хочется лично перед всеми извиниться, пасть ниц, сказать спасибо Потому что то количество косяков, которые мне с командой приходилось разруливать Оно просто сумасшедшее Но, во-первых, у нас на площадке, на самой площадке в Технополисе случилась авария с электричеством И поэтому нам электричество отключили в четверг, потом в пятницу И в итоге у нас не работали шуруповерты У нас не настраивался интернет У нас ребята настраивали ноутбуки, но не могли настроить дисктопы И, конечно, самый большой косяк был с электричеством Когда его дали, это было счастье, но было поздно Позднее женское счастье Позднее женское счастье, как говорит Михаил У нас было еще куча мелких накладок Но мы все перебороли Спасибо команде С моей стороны я занимался организацией всех стримеров Хороводил их, вел за собой Привлекал к фестивалю И тоже, наверное, должен извиниться перед теми людьми Кому я отвечал механично Кому я, может быть, не уделял должного количества времени Кого я мог забыть В тех переписках, я считал, там было по 800 сообщений в день В 1000 сообщений в день Который нужно было отправлять, координировать Каждый задавал какие-то свои точняющие вопросы Ну, старался всем отвечать Другое дело, что у каждого человека свой график И приходилось подстраиваться То есть, например, человек говорил У меня стрим до 2 часов ночи Надо уважать, человек работает Это его фуллтайм А в 2.30 я уже ложусь спать Поэтому ты мне позвони, пожалуйста, в 2.15 Обязательно предварительно На скайп А предварительно обязательно напиши мне в WhatsApp Потому что других мессенджеров я не читаю И вот нужно было подстраиваться примерно под каждого Чтобы вести коммуникацию Это челлендж, это интересно А стримеры, они капризные? Вот вы поработали там с 80-100 стримерами на этом мероприятии По сравнению с... Ну... По прошлому опыту работы с другими людьми Стримеры как-то отличаются А нормальные Людей? Ну, ты мне наводящие вопросы закидываешь Я тебе говорю, что стримеры — это нормальные люди Такие же, как все остальные Есть люди более обязательные, есть люди менее обязательные Есть люди более забывчивые, есть менее забывчивые Ну, мы старались, знаешь, как в фильме Zombieland Double Tap Правило двойного Тепа Поэтому как бы говорилось в сообщении, что нужно быть там-то А ты прочитал письмо? А ты точно прочитал? А ты понял, что там было, да? Ну, после этого обычно люди знали, куда идти, что делать И, в общем-то, были в графике Не могу не сказать и не вырвать у Миши микрофон Что на самом деле у нас были накладки Потому что для нас, как организаторов Там для двоих человек, которые общаются со стримерами Нашей чудесной помощницы Лизи, которая подключилась в последнем месяце Очень тяжело вести коммуникацию по телефону В почте, скайпе, вайбере, в мессенджере фейсбука В мессенджере в ВК, в ватсапе, в курсе, в дискорде И просто очень сложно запомнить, какого человека Где нужно ткнуть и где ему напомнить Поэтому у нас были накладки И, в общем, мы их учтем Будет ли третий стримфест? И что в нем будет такого, чего не было в двух предыдущих? Стримфест будет Стримфест будет И, скажем так, мы очень любим игровые стримы Мы, собственно, с тобой сейчас общаемся Потому что, если бы не было тебя Не было бы стримфеста Я об этом всегда говорю Это гейминг, он в основе стриминга Но есть и другие направления Лайфстайл стриминг, тревел стриминг Это вот то, что сейчас было представлено, в том числе, на этом форуме Большие направления растущие В социальных сетях появились всякие стрим-сервисы Для стриминга с телефона, удобного, на одной кнопке И хочется, чтобы это стало частью стримфеста Потому что стримфест, он все-таки про стриминг, в первую очередь И в значительной степени про игры Но не только про игры Ну, я бы еще сказала, что на первом стримфесте Мы, в принципе, обкатали концепцию Это был пилот Мы поняли, что это нравится стримерам Нравится аудитория На втором стримфесте мы обкатали это с партнерами У нас была большая развлекательная турнирная зона Там 12 компаний, которые поставили свои стенды И что-то делали для фестиваля И на третьем стримфесте мы будем продолжать Мы добавим какие-то не игровые компании Креатив-компании Тревел-компании Ну, то есть, как бы многие от нас ждут Что мы сейчас начнем расти экстенсивно То есть, просто умножать те цифры, которые у нас есть Не дождетесь Мы будем расти интенсивно То есть, привлекать какие-то новые направления Новых партнеров, совершенно неожиданных Потому что интересный стриминг многим Мы на Анифоруме в этом еще раз убедились И я бы, кстати, хотел сказать, это ключевое Мы совершенно точно не хотим становиться новым игромиром И растить аудиторию в 10к, в 20к Мы бы очень хотели, чтобы это была ламповая, нишевая история Конкретно для стримерской аудитории А не для всей той Аравы, которая просто хочет прийти и поиграть в игры Тут опять надо вырвать микрофон Игровых активностей все равно будет больше В следующий раз Потому что они будут разнообразнее, интереснее И будут они задействовать, я так понимаю, не только просто посетителей Но и косплееров, да? И больше стримеров Директора фестиваля Ломко Он не играл 3 месяца в ХС Он тут на нефоруме отобрал у майкера iPad Играл вчера до половины четвертого ночи Поэтому он не может просто не сказать ничего про игровые активности Давайте немножко поговорим о мероприятии, которые здесь происходят, нефорум блогеров В чем оно вам запомнилось? Что вы слушали из докладов круглых столов? О выступлении Михаила, может, ты расскажешь своим? Ну, в этот раз я представлял себя не как организатор стримфеста Я представлял проект Игропром Но спрашивали меня вообще о другом То есть я как человек телевизионный имею некий угол зрения на стриминг С точки зрения телевидения И там мой определенный опыт, в том числе Те диссертационные работы магистранские, которые я писал Они мне помогают смотреть на стриминг Вот с точки зрения того, как продвигать бренд С точки зрения того, какие методы программирования эфира Которые есть в телевидении, которые могут применяться в стриминге Вот такой был сложный доклад В конечном счете он был о том, как стримы превращаются в новое большое медиа И как полезный опыт телевидения может так или иначе применяться к стримам С этим можно спорить, с этим нужно спорить И, в общем-то, мы спорили об этом в кулуарах Мне запомнилась дискуссия про монетизацию Там было 4 агентства, которые работают с блогерами, не со стримерами на YouTube И одна девушка в своем докладе сказала, что Я за прозрачность в индустрии, я хочу, чтобы был прайс у каждого блогера Это удобно, потому что когда ты вечером пытаешься найти цену, чтобы утром сказать клиенту Предложение, это очень неудобно И у нее в докладе звучала цифра, что-то в духе Топ-один блогер Рунета зарабатывает там xxx тысяч рублей в месяц И всем стало очень интересно И ей сказали, как бы, ну, слушайте, вы за прозрачность, давайте, что это за блогер? Она такая, я не скажу И она уперлась, получилась очень, в общем, controversial, неоднозначная Она сказала даже острее Она сказала острее, она сказала, что она, в принципе, не собирается это говорить Не заставляйте меня, я же перед вами тут не раздеваюсь И вся панель дальше свелась к тому, нужно или не нужно говорить цифры Но при этом те люди, которые были за прозрачность и за оповещение, ну, за рассказ о цифрах В итоге так их не называли Ну, в общем, просто получилось очень неоднозначно и странно, честно говоря Лучше бы мы называли цифры, если мы говорим, что мы хотим называть цифры Напоследок, что вы планируете делать до следующего стрим-феста? Спать! Спать! Ну, не годжишь, вы что? Сейчас отчетики сдадите Я сплю, у меня спячка, ты же понимаешь Он медведь У кого как? Зима близко Алло Ну, на самом деле Мы ищем площадку Потому что у нас отличная совершенно площадка Технополис Москва Но она застраивается И я не очень понимаю, как мы там можем даже с 5000 человек уместиться в следующем году Это раз Два, есть партнеры, которые принимают решение об участии за год Например, телеком-компаниям нужно заходить очень сильно заранее Если мы хотим интернет от Йота или от МТСа в следующем году Нам нужно к ним приходить уже в июле общаться Нужно больше планировать То есть мы сейчас понимаем, какие подводные камни есть Какие процессы нам нужно прописать Нужно заниматься этим Нужно заниматься волонтерами Нужно больше общаться с косплеерами Нужно больше общаться с командой Нужно активно вести соцсети То есть было 7 месяцев, сейчас будет все 11 Ну да Я пошел Ну давай, я буду делать стрим-фест одна Спасибо за все Напоследок скажите что-нибудь Ледоколу Ледоколу, да, ледоколу привет, он там ждет В общем, напоследок что-нибудь передайте тем людям, которые, например, были Ну, кому угодно, если хотите, кому угодно Привет и пожелания Мама, спасибо, что ты терпела нас все это время Что мы тебе не отвечали Ну, на самом деле, ребят, большое спасибо, что вы пришли Потому что стрим-фест это фестиваль из комьюнити для комьюнити То есть за нами не стоит Алишер Усманов, который все это оплачивает и пробивает И считает это большим бизнесом Так часто я упоминаю, что кажется, уже стоит Сзади нас стоит телевизор Кстати, а, не, не LG, извините, Sony Так вот, большое спасибо, что пришли Большое спасибо, что в это поверили И я очень, у меня была совершенно сумасшедшая неделя отчетов Там и застройок, и разбирательств с тем, куда ушла рохля с площадки Потому что у нас куда-то пропала большая рохля Да, но факт тот, что я обязательно лично напишу И каждому стримеру, и каждому косплееру, и каждому волонтеру Мы очень, правда, очень хотим знать, что было не так Потому что куча совершенно классных отзывов в сети Но мы понимаем, что можно много чего улучшить И вы, комьюнити, это первый источник В общем, самые адекватные критики, отзывов И для вас мы это делаем Ну, добавить нужно только одно ZergTV Спасибо тебе за миллион твоих уточняющих вопросов Знаешь, когда что-то другому человеку объясняешь Начинаешь сам понимать Я теперь все сам понимаю намного лучше благодаря тебе Спасибо тебе Спасибо